10 европейских стран подставили плечо дальнему континенту. Гуманитарную помощь впервые доставили в Африку. На борту французского лайнера 8 тонн груза и квалифицированный персонал. В старом свете эпидемия идет на спад. Запланированы рейсы в Южный Судан и Буркина-Фасо. Там медпомощи нуждается едва ли не каждый второй. В целом там очень слабая система здравоохранения, так что ключевое значение приобретает информирование населения. Нам, как и всем гуманитарным работникам, социальным работникам, необходимо иметь возможность добираться до населенных пунктов, объяснять людям, что делать, как защититься. В Германии смягчают меры изоляции. Ранее об этом заявила Ангела Меркель. Вскоре все магазины без исключения заработают в штатном режиме. Люди смогут беспрепятственно появляться на улице, футбольный чемпионат возобновится. Правда, болельщиков на трибуны не пустят. Уже функционируют музеи, открытые выставки и школы. Ситуация развивается в позитивном ключе. Количество случаев заражения коронавирусом заметно снизилось. Тем не менее, обстановка может вновь обостриться, поэтому экстренные меры будут восстановлены в тех регионах, где появятся новые вирусные очаги. В Австралии также объявили план поэтапной отмены карантина. Нидерланды уже с 1 июня откроют концертные залы, кинотеатры и рестораны. А Финляндия – границы для трудовых мигрантов. Грузия ждет туристов в июле. Сербия отменяет комендантский час и режим ЧС. И все же Всемирная организация здравоохранения призывает снимать ограничения осторожно. На планете 4 миллиона заразившихся коронавирусом. В Москве режим самоизоляции продлили до конца мая. С 12 числа маски и перчатки носить на улицах Белокаменной должен каждый. 12 числа разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий. Не части строительных предприятий, как сейчас, а всех строительных предприятий. Это дает возможность полумиллиона москвичей получить полноценную работу. В те времена в Беларуси плазму крови сдали уже 60 доноров. Благодаря этому спасли 15 пациентов. Медики получили первые доплаты за работу в условиях пандемии. Максимальная сумма – 4000 рублей. По ряду регионов мы уже видим снижение заболеваемости. В некоторых выход на плато. Думаю, что снижение там будет в ближайшее время. Где-то видим рост количества заболевших, но он в рамках прогнозных показателей. Бобруйск продолжает поддерживать героев в белых халатах. По словам главного врача, ситуация под контролем. Поводов для паники нет. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели.